добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку и как всегда в начале просто несколько секунд для того чтобы убедиться что интернет действительно работает ну пока это все проверяется скорее всего сейчас будет отключение снова подсоединение так она идет так меня приучил интернет ну по крайней мере я могу уже начинать даст бог появится люди о чем я хочу сегодня с вами поговорить как всегда вот появились первые люди помахали посмотрели значит здравствуйте саша если что-то вот непонятно и и как-то так вот не видно вы мне вот влад появился вы мне скажите если не видно не слышно или еще что-то всем привет всем кто подсоединяется к нам привет еще сейчас люди появятся но я пока на пока пока начну говорить тему на которую я хочу с вами поговорить мне подсказала на моя наша недельная глава а в эту субботу мы будем с вами читать в израиле в израиле глава она называется балак есть еще отставание потому что в не вне израиля будет еще хукат но уже на следующий раз мы вот как-то так соединимся вместе видимо вне израиля у нас будет пенхаз а там будет сразу две главы пенхаз или в общем где-то скоро мы соединимся надо посмотреть когда скоро мы соединимся но по крайней мере в израиле в эту неделю мы читаем главу балак глава очень интересная и главным образом она интересна тем что она рассказывает собственно не совсем о балаке балак это был царь царь муава сам по себе он был из медиан но он был царь муава а рассказывает а белами белом был такой человек очень важный белом в таре в самом конце тары написано что он и не было в израиле пророка выше чем моши и наши мудрецы тут же замечают да действительно израиле пророка выше чем моши не было но у народов мира был и этот пророк белом то есть по утверждению наших мудрецов белом был пророком высочайшего уровня примерно такого же уровня как муши и он был не из еврейского народа он был из других народов надо вам сказать что он был родом из тех же мест от откуда родом авраам да где-то оттуда из месопотамии недалеко турка с дима откуда пришел авраам оттуда вот родом и белом и вот пользуясь тем что рассказано в нашей главе обилами я хочу поговорить с вами об очень интересными достаточно актуальном явлении на сегодняшний день то что называется дурной глаз на иврите это айн ара айн ра айн ра айн ра а почему я вдруг решил заговорить об айн ра и как это связано с беломом тоже непонятно нет на самом деле все понятно дело в том что есть такая замечательная книжка и всем советую ее время от времени почитывать она называется поучение отцов перкея вот вот я ее взял в руки перкея вот там всего лишь есть шесть глав и очень всякие умные достаточно умные изречения и даже вот в икра преподавали эту книжку перкея вот там есть всевозможные мишнает мишнает это вот отрывки которые нам рассказывают как нам жить в этом мире и вот там есть пятой главе пятая глава девятнадцатая мишна там есть как раз то о чем я говорю вот я вам это все переведу сейчас сказано так в этой мишне каждый у которого есть в руке его три качества этих я дословно перевожу они считаются из учеников авраама нашего праотца и эти три качества какие они а если их нет этих трех качеств то они считаются учениками белом а значит если есть некие три качества в человеке он ученик авраама если их нет этих трех качеств он ученик белом а вот сейчас вы узнаете чьи его ученики сказано так какие три качества должны быть у человека чтобы он назывался учеником авраама я не перечисляет айнтова хороший глаз руах не муха дух я буквально перевожу дух низкий нефеш шфила душа приземленная так скажем шфила это вот такая равнина но если ты вот если ты имеешь третье качество ты из учеников авраама если ты имеешь айнра плохой глаз и руах гвуа и высокий вот этот вот дух венефеш рахава и душу широкую ты относишься к ученикам белом а белом а хороша белом а злодея то что он был вот пророком он вот называется злодеем вот исходя из этой мишны я и захотел мне захотелось разобраться что это такое если я пойму что такое белом кто такой белом то я наверное смогу понять что значит быть его учеником и что значит иметь вот эти три качества дурной глаз высокий звучит по-русски конечно ужасно высокий дух и широкую душу я поясню что и что имеется ввиду высокий дух и широкий руах это часть души которая отвечает за наше эмоциональное состояние руах связан как правило с сердцем человека есть и говорится что руах гвуа вот этот дух высокий это значит что эмоционально я очень возбудим а я люблю покричать я люблю себя продемонстрировать это на грани эгоизма проявление эгоизма когда вот я не сдерживаю себя в своих эмоциях и проявляя их вот так вот прямо так вот это вот руах гвуа называется и по порой можно принять человека сумасшедших то есть он в эмоциях себя не сдерживает вот как вот ему нравится так он и проявляет нравится орать орёт нравится вот вот кричать кричит вот что ему нравится а нефеш рыхава нефеш отвечает за наша за нашу животную часть жизни биологическую часть жизни ведь наша душа она имеет три части не шама это вот голова руах это сердце и нефеш это печень там где кровь так вот нефеш связан с нашим биологическим существованием если нефеш говорится нефеш рыхава широкая вот так вот вот душа животное то а значит мы стремимся свою физическую биологическую жизнь насытить то есть получать жизненные удовольствия вот это значит нефеш рыхава то есть поесть вкусно получить удовольствие независимо от того насколько это рома этично не этично неважно важно то что я кайфую вот это называется нефеш рыхава значит нефеш рыхава это вот сластолюбие такой гедонизм роах гвуа это неумение сдерживать свои эмоции а айнра дурной глаз вот это вот надо разобраться что такое айнра и почему он связан именно с беламом именно с беламом когда мы читаем про белама то мы видим интересную вещь белам во всем пытается подражать авраам вот известная история с авраамом авраам когда ему было приказано вот это вот вознести своего сына и цхака написано и и встрепенулся он утром и взнуздал своего осла нагрузил его и и взял с собой учеников и и цхак то же самое делает примерно то же самое по крайней мере по форме делает белам он встает вот утром он взнуздал ну не осла правда а ослицу и он отправился захватив вот двух молодых которые являются его учениками то есть стремление подражать аврааму во всем видно во всем видно поэтому видим он и сравнивается с авраамом даже не он сравнивается у меня возник вопрос а почему собственно не сравнить белама и авраама почему мы сравниваем учеников авраама и учеников белама и ответ мне кажется очень интересен дело в том что если поставить рядом белама и авраама простой человек не смог бы отличить кто из них праведника кто из них злодей они очень похожи они внешне очень похожи и по поведению очень похожи то есть если вы хотите узнать человека но его идеологию его учения надо смотреть на его учеников потому что ученики они уже не похожи внешне на своих учителей и они более явно выражают те недостатки которые были у учителей когда мы говорим допустим о двух школах школах елеля и и у нас были две такие вот великие там школы которые занимались аллахой аллахой да то мы сравниваем на самом деле не сами не самих вот основателей этой школы да а мы сравниваем и их учеников и поэтому здесь видимо тоже нашим нашему говорится говорят об учениках не они о самих вот не о самих основателях школы то есть не сами снис не сравнивает учеников белама и учеников таким образом мы хотим разузнать в чем суть белама чтобы понять вот это качество айн ара откуда это берется все начинается с того что царь балак испугавшись надвигающиеся на него угрозу он видит еврейском народе угрозу и понимает что он не может с ней справиться он отправляет посланников к биламу к известному праву белам у и просит его прийти и проклясть наложить проклятие на еврейский народ проклясть егоisto и он ему говорит передает через вот этих посланников что у тебя известная репутация и известно, что кого ты благословляешь, будет благословлен, а кого ты проклинаешь, будет проклят. Поэтому, пожалуйста, приди и прокляни, и тогда я уже смогу победить еврейский народ, ну, а тебя я, естественно, по достоинству награжу. Вот это они ему говорят, но Бел-Ам, как пророк, понимает, что он действует не от себя, он должен испросить разрешение у своего босса. Поэтому он просит их остаться на ночь и говорит, вы переночуете, ночью у меня будет рандеву, и я узнаю, да или нет. Они остаются на ночь, случается эта ночь, действительно, Всевышний к нему обращается и спрашивает, кто эти люди, зачем они пришли. А Бел-Ам подробно все рассказывает и говорит, зачем они пришли. Какой ответ получает Бел-Ам? Он получает очень интересный ответ, прямо здесь так и написано. Написано, что «И сказал Всевышний Бел-Аму, не ходи с ними, не проклинай народ, потому что он благословлен». «Ки-ва-рух-гу», потому что благословлен он. На этом народе лежит благословение, не ходи с ними. Ответ понятен, да? Абсолютно понятен. То есть все, ничего нельзя сделать. Ты не можешь проклясть, потому что на нем есть благословение. Как убрать благословение? Оно есть на нем. Когда наступает утро, что говорит Бел-Ам вот этим вот людям? Он говорит им несколько другое. Он говорит так, значит, «И встал утром Бел-Ам и сказал вот этим вот посланникам Балака, идите себе в свою землю, потому что «Ме-эна-шем ле-ти-ти ла-ле-хет им-ма-хем», потому что «Не разрешил мне Всевышний идти с вами». Он не сказал, почему «не разрешил». Он не сказал, что невозможно. Он сказал, не разрешил мне идти с вами. И вот когда они возвращаются и говорят это царю Балаку, он сказал, что ему с нами нельзя идти. Как истолковывает это Балак? Ага, с ними нельзя. Наверное, нужно послать более уважаемых людей. То есть повысить оплату. И да, он посылает более уважаемых людей. Видите, Бел-Ам отвечает так, что вроде бы как он верно ответил. Но этот ответ он трактуется. И когда приходят следующие люди, конечно же, Бел-Ам их не прогоняет. Он понимает, что ставки повысились. И тогда он в следующую ночь еще раз оставляет их ночевать и еще раз обращается ко Всевышнему. И Всевышний тогда ему говорит, «Ладно, иди, иди, но будешь делать и говорить только то, что я тебе скажу». Только то, что я тебе скажу. И вот тогда он встал утром, встрепенулся, вздал свою ослицу, пошел вместе с ними, взял еще двух молодых. Тогда начинается вот это интересное представление, когда вдруг ангел смерти с мечом становится на пути той с лицей. И ослица там трижды шарахается туда-сюда и не может пройти. И Бел-Ам начинает ее палкой бить. И тогда уста ослицы открывается. И вот начинается знаменитый диалог между ослицей и Бел-Амом. Причем Бел-Ам совершенно нормально воспринимает, что ослица с ним разговаривает. И вдруг ему открывается, что действительно ангел смерти стоит у него на пути. И, конечно же, он понимает, что ужас какой-то. И говорит, «Извини, я не видел этого ангела смерти». У меня вопрос. Почему ослица видит, а Бел-Ам не видит? Тогда вопрос, а почему вообще был послан ангел? «Если Всевышний ему разрешил, сказал, иди». Почему он ему посылает ангела смерти? И там написано, встал и пошел, и разгневался Всевышний, написано. На что? «Если ты ему разрешил идти, но ты ему разрешил идти, сказал, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. А зачем пошел Бел-Ам?» Конечно же, за тем, чтобы сделать то, что хотел, то, что намеревался сделать. То есть он намеревался проклясться. И он шел с этим. И, конечно, для Всевышнего не было тайной, зачем Бел-Ам отправляется с этими людьми туда. Он не идет сказать то, что говорит Всевышний. Он желает проклясться, он желает заработать. И Всевышний этот видит, тогда возникает ангел смерти. И вопрос. Почему ослица видит ангела смерти, а Бел-Ам не видит ангела смерти? Потому что ответ очень прост. Ослица видит то, на что она смотрит. Вот она смотрит перед собой, и она видит то, что там есть. Бел-Ам не видит, что перед ним. Бел-Ам видит то, что он хочет увидеть. То есть он сейчас загружен определенной идеей. В нем есть идея. Он эту идею желает реализовать. И он по существу видит то, что у него в голове. Он видит те желания, которые в нем есть. Поэтому он не видит явного мира. Он не видит реального мира. Он видит свои намерения в этом мире. А намерения эти связаны, конечно же, не с ангелом смерти, а с тем, что он должен сделать. Поэтому пока у него откроются глаза, должна действительно наступить опасность. Там ослица должна его прижать к стенке. Он должен там почувствовать боль. Нога заболела. Я не знаю, чуть ли не свалится с этой ослицы. И тогда он вдруг начинает видеть то, что он видит. Далее рассказ очень прост. Когда он прибывает к Балаку, он просит его построить семь жертвенников, возносит семь жертв и пытается, глядя на определенные горы, с определенного места на лагерь еврейского народа, он пытается это проклясть. И там есть одно очень интересное выражение. Мы просто дальше рассуждаем. Дальше, дальше. Имеется в виду, вот я сейчас читаю 24 глава, первый стих. Значит, Бамидбар, 24, стих 1. Там написано следующее. И написано, значит, «И увидел Белам, что хорошо в глаза Всевышнего благословлять Израиль. И он не пошел, как прежде, за колдовством». То есть, вот он встал на гору, он видит и понимает, что Всевышнему не хочется проклясть этот народ. Не хочется. И тогда Белам не стал заниматься тем колдовством, которым пытался заняться до этого. А что он сделал? Он говорит так. «Ваиса Белам эт Эйнаф». «И вознес Белам свои глаза». Вот когда вам скажут фразу, скажут так, давайте так, я вам скажу. «И вознес он свои глаза». Продолжите мысль. Что вы дальше скажете? Что значит человек вознес свои глаза? Именно не поднял глаза вверх, не посмотрел вверх, а вознес свои глаза вверх. Я думаю, что если вы подумаете секунду над тем, как вы продолжите эту фразу, то, наверное, будет звучать примерно так, что и вознес человек глаза, дабы узреть, я не знаю, что-то, что выше этого мира. Узреть что-то духовное. Потому что вознести глаза – это всегда связано с духовным подъемом. И вот написано, что «вознес Белам глаза». Зачем? И Раши тут же нам интересно, интересно это комментируют. Значит, «И вознес Белам глаза». Зачем? Просил внедрить в них дурное начало. Просил внедрить в них дурное начало. То есть, Раша поднимает, возносит, Раша говорит, что Белам возносит глаза и обращается, видимо, ко Всевышнему с тем, чтобы он в эти глаза внес дурное начало, посредством которого Белам сможет действовать. Значит, дурной глаз должен войти в Белама извне. Извне. Ну, действительно, да? Если мы вспомним, тот, кто не знает, наверное, будет интересно ему узнать, что у пророка Исаии, у пророка Исаии в 45 главе, посмотрите, 45 глава, 7 стих. Там четко и ясно написано, что все в этом мире от Творца. Все. И тьма, и свет, и мир, и зло. Все в этом мире от Всевышнего. И Всевышний все это спускает вниз, и человек берет то, что ему нужно. То есть, зло и добро мы берем в силу того, что то или другое нам требуется. Что нам требуется, то мы и берем. На что мы реагируем, что резонирует, то мы и берем. Поэтому в данном случае Раша пишет, что Белам вознес свои глаза для того, чтобы дурное начало вошло в его глаза. Теперь так. Если мы говорим, что глядя в мир, он не видит ангела смерти, который там стоит. Он видит то, что он желает видеть. Хотя ему было сказано, что нельзя проклясть. Ему четко, конечно, сказано. Но он... Понимаете, вот чем отличается Муше от Белама. И тот пророк, и тот пророк. Муше ведом верой. Он верит во Всевышнего. А Белам, он знает, что он зависит от Всевышнего. Это большая разница. Или человек верит во что-то, или он понимает, что он от этого зависит. Белам понимает, что он от Всевышнего зависит. Но он всячески пытается эту зависимость каким-то образом обогнуть тихонечко. Как-то так обойти. Чтобы тот использовать для своей нужды. Потому что у него есть другие намерения. У человека верующего нет других намерений, кроме тех, которые обозначены или которые возникли из-за его веры. Его вера и создает его как бы мотивацию. Если же я от кого-то завишу, то моя мотивация может различаться с мотивацией того, от кого я завишу. И поэтому я пытаюсь согласно своей мотивации искать обходные пути. Так вот, Белам как раз он зависит от Всевышнего. А Муше он верит во Всевышнего. И поэтому, когда Беламу четко и ясно сказано благословен он, ты ничего не получишь, не сделаешь там. Он это, конечно же, воспринимает, но внутри себя у него есть другое содержание. И он видит этот мир немножечко по-другому. И поэтому, когда он намеревается вот с этой горы проклясть то, что он видит, ему нужен дурной взгляд. Ему нужно это содержание, которое он просит, как ни странно, у Всевышнего. Он возносит свои глаза для того, чтобы туда вошло дурное начало. Понимаете, к интересным. И получается вот что. Что вот мое содержание, то, чем я наполнен, сюда входит и то, что я знаю, и то, что я люблю, и мои предпочтения, и мои помыслы. То есть, вот мое содержание. Мое содержание. А как я его использую? Я могу его использовать двояко. я могу его из себя экстраполировать вовне. То есть, в зависимости от моих качеств, таких, как моя животная душа и мой руах, высок он или низок. Если моя животная душа широка, и я пытаюсь получить наслаждение в этом мире, а мой руах, эмоциональное состояние высоко, эгоизм серьезнее, зашкаливает, тогда я буду свое содержание экстраполировать вовне. Я буду в этом мире искать то, что во мне. Если же мои физические, материальные потребности не очень высоки, и мое эмоциональное состояние я могу контролировать, тогда я буду использовать свое содержание для того, чтобы познавать этот мир. То есть, я беру этот мир, я его через глаза вношу в себя, и через мое знание я его поверяю, я его сверяю, я там пытаюсь с ним разобраться, как мне жить в этом мире. Вот вам на самом деле начало дурного глаза. Дурной глаз это желание видеть то, что в тебе, и, как правило, оно эгоистично. Почему? Потому что оно связано с нефиш рехава, с огромными жизненными потребностями, и оно связано с очень высоким моим эгоизмом, моим эмоциональным желанием все взять, себе присвоить. И тогда я свое содержание, которое я накопил, буду экстраполировать вовне через вот эти глаза, и это, как правило, называется Айн Ра. Айн Ра. Представьте, был такой английский ученый Мак Луэн, он написал очень интересную книгу по информатике, и он утверждает, что революции в мире происходят не потому, что класс меняет класс, а потому, что меняется способ накопления, хранения и передачи информации. То есть, он так рассматривает периоды, периоды, когда человек видел, слышал, общался друг с другом, это был один период, были всякие рукописи, но они были редкими, понятно, таблички глиняные, я уже не знаю, как, а потом человек изобрел книгопечатание, и вот в этот момент произошла революция, когда способ сохранения и передачи информации изменился, появился достаточно несложный способ печатать и распространять книги, в этот момент меняется, в этот момент происходит революция. И тогда, если продолжить эту мысль, то следующая революция происходит в момент цифровых технологий, когда у нас появляются цифровые технологии, мы начинаем, научаемся определенным образом сохранять информацию и передавать информацию. на сегодняшний день, благодаря вот этим всем средствам, большая часть человечества, конечно же, живет в мире виртуальном, даже не в книжном, книжный уже уходит назад, виртуальный мир, и вот этот виртуальный мир, он является источником наших знаний, наших познаний, и вот этот виртуальный мир, он формирует мое содержание, мое содержание во многом, определенным образом приучая меня жить в этом непонятно каком, искусственном, или это уже естественный для меня мир, что виртуальность для меня уже как бы естество, и вплоть до того, что и любовь моя может быть виртуальная, и дружба виртуальная, я уже не знаю, кто с той стороны экрана, но это неважно. По этому поводу есть огромное количество фильмов, мы сейчас не об этом, а о другом, что мое содержание формируется и передается путем вот этих вот таких средств, и это естественным образом определяет мое бытие. Насколько я вижу реальный мир, насколько я отношусь к реальному миру, а не к виртуальному миру. Понимаете, самое страшное, когда реальный мир будет заменен виртуальным миром, и тогда мы находимся в большой проблеме, тогда весь, всякий глаз будет дурным. Я всякий раз буду пытаться свое содержание передать вовне, а не использовать его для того, чтобы узнать этот внешний мир. это мишна, о которой мы с вами говорили, имеется в виду Перкея, вот пятая глава, девятнадцатая мишна, там она заканчивается следующим образом, значит, там перечисляется качество учеников Моше и качество учеников Билама. Что они унаследуют? значит, ученики Моше заслуга, ученики Авраама, мы говорим ученики Авраама и ученики Билама, так вот, ученики Авраама, которые хорошим глазом и прочее, они что будут делать? Они, написано так, и едят они в этом мире, и будут есть они в этом мире, а ученики Билама, они унаследуют, написано гигеном, гигеном это частили, это бездну, я не знаю, что это такое, это что-то плохое, черное, низкое, гигеном, гигена огненная, ну, что-то вот плохое очень. Почему ученики Авраама унаследуют то, что они будут сидеть и есть, а эти унаследуют некую бездну, гигеном, не частилища, а какое-то, я не знаю, очень что-то глубокое, темное, нехорошее. Самое реальное, вот мы говорим о реальном мире, вижу ли я этот, вижу ли я этот мир, самое реальное действие, одно из самых реальных действий в этом мире, это еда. Виртуально нельзя есть, понимаете, если ты смотришь на самую вкусную пищу, ты не насытишься, ты должен ее есть, ты должен ее потреблять. То есть, процесс еды, он для человека один из самых реальнейших и самых распространенных, который, с одной стороны, действительно, доставляет ему удовольствие, продлевает ему жизнь, дает ему комфортное существование. Человек ради этого трудится в основном, чтобы себе пропитание найти себе и своим близким, и в поте леса будешь добывать хлеб свою насущность. Короче говоря, тот, кто обладает добрым глазом, то есть, он реально видит этот мир, он будет реально в нем существовать, он будет потреблять реальную пищу, а тот, кто из себя рождает мир, то этот мир, то есть, вот те стереотипы, которые я в себе нахожу, я их из себя вытаскиваю, и это я вижу, тогда будет возникать то, что я унаследую, а именно гейном, гейном, бездну, бездну, мрак, и это будет то, что я имею, то есть, я буду порождать то, что у меня внутри, а у меня внутри, судя по тому, что у меня потребности другого характера, что-то очень темное, что-то очень неприятное, таким образом, когда мы говорим там, этот человек меня сглазил, он на меня так смотрит, так, а чего мы боимся на самом деле? Мы боимся на самом-то деле того содержания, который несет в себе этот человек, и он это содержание на нас направляет, как луч, знаете, луч Лазаря такого, Лазара, и этот луч его содержания вносит в меня это содержание, поэтому лучше всего и это есть в каждом человеке, понимаете, в каждом человеке есть вот это стереотипное дурное содержание, которое наряду с хорошим, которое мы используем для того, чтобы видеть мир, как мы его хотим, поэтому если вы боитесь дурного взгляда, то прежде всего вы должны понять, что в основе всего лежит ваше поведение, то есть допустим, человек начинает демонстрировать, насколько ему хорошо в этой жизни, и вот эта вот демонстрация может породить другого человека, начать ему завидовать, и он невольно начинает вот эту свою внутреннюю зависть через свои глаза в этот мир пускать и на него, и это же будет его поражать и того, кто смотрит, и того, на кого смотрит, и тот, и другой будут находиться в этом гигиноме, поэтому Айнара плохой взгляд прежде всего опять-таки связан с нашим содержанием и с тем, что мы с ним, как мы с ним поступаем. Если мы его используем как инструмент для познания внешнего мира, все нормально. Если же мы его во внешний мир экстраполируем и навязываем внешнему миру, то есть видим то, что мы хотим видеть, это будет всегда плохой взгляд, всегда будет Айнара. Даже если намерения у меня самые добрые, ведь не случайно сказано, что известно, куда мастится дорога добрыми намерениями. Самые добрые намерения, но если я из себя начинаю строить этот мир, а нереально живу в нем, то я мащу дорогу в ад в гейном сто процентов. Сто процентов. Вот рассуждая о Бел-Аме, сравнивая его с одной стороны с Муше, с другой стороны с Авраамом, как это написано в Перке Авод. Перечитайте эту Мишну, это Перке Авод, глава пятая, Мишна девятнадцатая, многие учили это, посмотрите, что там еще раз напомните себе, что там написано об учениках Белама и учениках Аарона, именно об учениках Авраама и ученики, мы говорим о учениках Авраама и о учениках Белама. Хотя наши мудрецы сравнивают пророчество Моше и пророчество Белама, вот не путайте здесь. Вот я об этом с вами поговорил, это вот то, что я хотел вам сказать, сейчас я посмотрю, может быть, есть какие-то вопросы ко мне. вот в основном люди здороваются, здравствуйте, здравствуйте, шалом, шалом, добрый день, шалом всем, добрый день, видно и слышно хорошо, это радует, сегодня интернет радует, так, так, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, всем добрый день вот эти все делятся своими самыми лучшими пожеланиями караганда вот из караганда ой как это далеко здесь значит спасибо этих тонкостей я не понимаю как прекрасно что нас наш совершенный всевышний все может обратить во благо да будет ему слава да дело в том что не я думаю так что дело в том что он все во благо обращает он спускает только благо другого нет другое дело что мы с этим благом делаем конце концов человек волен принимать решение и то что называется благом тотальным он может превратить к сожалению дурное начало дурное начало зависим зависит от того какие качества в себе он начинает превозносить вот эти вот два качества которых мы говорили до нефе шерехова вот это вот огромные потребности биологически физически и алчность или вот возвышенность возвышенный эгоизм к сожалению самые добрые начала всевышнего обратит в недобрый это так то есть а то чека многое зависит всевышний он милостив изначально от человека многое зависит что нам дано право выбора мы имеем право выбора наши поступки объясняются нашими желаниями поэтому очень важно себе отдавать в этом отчет так здрасте здрасте спасибо так все значит больше и если не верить злой глаз его можно избежать дело не в том что верить в него или не верить на самом-то деле наши мудрецы говорят что он объективно существует он реален понимаете то есть вот есть какой-то человек который сидит против вас и этот человек вот у него есть какое-то содержание внутреннее да и естественно это внутреннее содержание каким-то образом может проявиться вовне так вот очень важно очень важно что происходит с эти с этим человеком понимаете если этот человек начинает строить мир исходя из своих внутренних побуждений то есть он ту энергию которая в нем есть он наружу выдает она может превратиться в дурной глаз и как правило превращается только в том случае если он извне берет мир и опускает в себя и там его познает тогда нет дурного глаз поэтому даже если я не верю в дурной глаз я могу не верить ами не знаю в молнию но это молния в меня может попасть дурной глаз он объективно существует это же название в конце концов до дурной глаз это название глаз который воспринимает мир и и оттуда сюда он добрый а если он из себя вовне он будет дурной вот чем дело вот чем дело поэтому если он объективно существует то не зависит от того верю я или не верю конечно там моя вера в бога так скажем строить защиту определенную от таких таких явлений но вместе с тем я бы всем посоветовал что каждый человек должен себя вести настолько скромно и и и прилично чтобы не возбуждать в другом нечто то есть ваше поведение может в ком-то что-то возбудить то есть если вы к нему по-доброму он точно будет вам по-доброму но мы не знаем как вот зависть что рождает в другом зависть почему он начинает завидовать мне ну что я демонстрирую свое богатство и или просто так я не знаю конечно не нужно там прикидываться там бедным хилыми больным и это жить нормально естественно просто нужно понимать что вера во всевышнего выбор друзей соответственно с кем вы общаетесь кому вы открываетесь с кем вы находитесь в контакте это все связано это все связано но знаете что дурной глаз существует он есть никуда не деться да хорошо ладно всем спасибо всего хорошего и даст бог до следующего урока до шаббат шалом и удачи всем и здоровья